Здравствуйте, коллеги! С вами Сяков Роман, компания Днрав Маркетс и рад приветствовать вас в нашем новом видео. Сегодня мы обсудим, как завершается текущая торговая неделя, что послужило драйверами роста для обновления индексом S&P500 локальных максимумов, ну и обсудим, конечно, ситуацию на рынке. Ну а прежде чем мы начнем, напомню, что если вам нравится это видео, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и вопросы оставлять в комментариях. Итак, сегодня, на этой неделе мы стали свидетелями вновь обновления исторических максимумов по индексу S&P500, уже торгуемся выше отметки 4.100 и, в принципе, сегодня с открытия рынка тоже мы видим, что фьючерс на S&P500 подрастает. В целом, динамика позитивная, но что послужило драйвером данного роста. В целом, уже посмотрев, ну мы говорили об этом 2-3 недели назад, то что технологичные компании проседали больше всего, и как раз сейчас пришло их время, они уже подрастают, то есть, собственно, индекс NASDAQ уже подходит практически к историческим максимумам, то есть было довольно-таки активное движение на этой неделе, ну и, собственно, индекс S&P500 на этом тоже подрос. Собственно, если посмотреть какие-то ключевые события, которые на этой неделе, ну, во-первых, важно понимать, что ставка десятилетних облигаций сейчас находится в районе 1,6 процентов, технологии подрастают лучше всего, было хорошее движение по Apple, Amazon, Google, по технологичным компаниям, мы сейчас тоже это посмотрим по графикам, ну и в целом ситуация пока видится позитивно. Впереди у нас сезон отчетов, и как раз если компании будут отчитываться хорошо, покажут доход о прибылях, если прибыли будут выше, что позволит скорректировать как раз P-Ratio по этим компаниям, то в целом рынок может выглядеть и не настолько перекупленным. Ну, а теперь по поводу перекупленности. Ну, во-первых, по движениям по секторам, да, то есть если мы посмотрим на движения, которые были последний день, то это технологии, пока в недельном выражении технологии остаются на втором месте по тем движениям в течение месяца, да, то есть технологии прибавляют порядка 7 процентов, аутсайдеры – это энергетика. Ну и в целом по движению за год, да, то есть пока технологии, технологии есть еще куда забраться. И сейчас, если мы посмотрим на такую карту по индексу с MP500, то есть это карта, которая показывает P-Ratio, то есть насколько компании выглядят недооцененным. То есть красным цветом – это то, что у нас больше 30, да, то есть Microsoft 37, Google 36, Tesla 1000, Apple 35. То есть мы сейчас в целом видим, что рынок он выглядит перекуплен, да, вот такой вот в красной зоне сейчас мы находимся. Но, как я уже сказал, тот отчет, который может выйти как раз в следующем сезонный отчет, который уже начался в целом по компаниям, это даст некоторую возможность скорректировать. Есть, конечно, отдельные бумаги, отдельные сектора, которые выглядят пока не совсем перекуплены, но которые имеет смысл рассматривать, но это отдельная история, которую, безусловно, нужно искать и для того, чтобы подбирать уже непосредственно в свой портфель. Но в целом мы видим, что рынок он несколько перекуплен. Один из таких примеров – это компания Viacom, да, мы обсуждали этот пример на фоне как раз той ситуации, которая была с фоном Archegos, да, в предыдущих видео. То есть в целом, да, мы видим, что PI у нас 11, 4RP вообще 9, хороший простой сейлс, ну, есть долги, есть дивиденды, но, опять же, это не ростовая история, да, то есть мы видим, что продажи практически не меняются там из года в год и даже в 2020 году было снижение. То есть, с другой стороны, коррекция была там от уровня 100 до 42, в целом, да, то есть это спекулятивно, довольно-таки интересная история, но здесь тоже нужно быть аккуратным, поэтому выбирая, в том числе и недооцененной компании, важно также находиться в тренде и понимать, что у этой компании есть перспектива, есть какое-то движение, если вы добавляете это в свой портфель или ищите как раз сделки с точки зрения трейдинга. В целом, что сейчас происходит по рынку, да, вот как мы говорили, индекс NASDAQ сейчас подбирается к локальным максимум, который мы видели как раз в феврале, совсем немного остается, вполне вероятно, что на следующей неделе максимум мы здесь тоже перепишем и сможем NASDAQ увидеть выше. По другим инструментам, евро-доллар, коррекция здесь продолжается, в принципе, сейчас мы находимся в интересной зоне для того, чтобы искать здесь продажи, не появилось пока сигнала, поэтому к евро-доллару я тоже продолжаю присматриваться, чем выше мы забираемся, тем интереснее как раз заходить, на мой взгляд, в шорт по данной валюте, конечно, если мы удерживаемся ниже отметки 1.20, да, то есть это такой уровень сопротивления, который был как раз в середине марта, а если удерживаемся выше, получаем сигнал на продажу как раз ниже этого уровня, то в эту позицию я тоже буду присоединиться, но пока здесь сигналов нет, и с точки зрения часового таймфрейма мы обновили и вчера локальный максимум, поэтому пока здесь восходящее движение продолжается, то есть американский доллар продолжает снижаться. По британской валюте здесь уже мы фактически отработали то движение, которое было, да, то есть снижение в область минимальных значений, которые мы видели в конце марта, здесь не было хорошей точки присоединения, поэтому в эту позицию я не вошел, но в целом уже ситуация реализована, и коррекция здесь тоже может уже последовать, поэтому после коррекции, если она будет, то опять же буду для себя рассматривать вход в шорт по данной валюте. По паре американский доллар, канадский доллар, здесь пока мы торгуемся в таком боковике, да, последние несколько дней, но опять же из продаж здесь я уже вышел, вполне вероятно, что мы увидим перехай тех уровней, которые были в конце марта, и дальше уже движение в области 1.27, что уже переведет нас в разряд как раз восходящего тренда, но пока он здесь не поменялся, но здесь тоже нужно быть аккуратным, потому что шорты пока здесь выглядят довольно-таки рискованной затеей, поэтому здесь продолжаем наблюдать, пока здесь никаких сделок, пока никаких идей не проводил. По доллар-иене, да, вот здесь тоже интересно, доллар-иене неплохо скорректировалось за этот месяц, то есть не было таких глубоких коррекций фактически с февраля, и вполне вероятно, что как раз вот та коррекция, которая была, ее довольно-таки интересно использовать для входа на продолжение как раз роста, но пока тренд у нас сохраняется восходящий. Поэтому здесь я для себя жду как раз завершения вот той коррекции, которая у нас идет с 31 марта, и по ее завершению тоже буду для себя рассматривать вход на покупку. Чем глубже эта коррекция может быть, то есть, конечно, можем уйти еще ниже, и в область 108, и 108.13, тем, ну, наверное, будет более интересно в эту позицию войти. Но такая область поддержки, которая здесь видится критичная, это как раз 108.40, то есть надо, чтобы валютная пара удержалась выше данного уровня, тогда уже покупки здесь будут более разумны. Если все-таки уйдем ниже, то вероятность коррекции, она будет, собственно, выше. По австралийцу. По австралийцу у нас сохраняется тренд пока, ну, скажем так, боковой, но с перспективой того, что движение может поменяться на нисходящее. Позиции здесь я не открывал, хотя, в принципе, был, да, сигнал на то, что начинается движение нисходящее, но он был не совсем подходил по моей торговой системе, поэтому здесь я эту ситуацию пропустил, и в австралийс я не входил. Но в целом, опять же, если будет у нас коррекция, да, коррекция где-то в области 76-77, то оттуда будет, ну, более интересно заходить как раз в шорт. То есть пока смотрим вниз, но пока рынок сопротивляется, да, скажем так. А новозеландец. По новозеландцу здесь как раз была сломлена формация восходящего тренда, да, мы ушли ниже отметки 70.91, поэтому здесь я для себя как раз продажи рассмотрел, и вчера набрал позицию, заходил двумя частями, зашел одним объемом сначала по данному уровню, затем поставил еще один отложенный ордер, если будет у нас еще движение чуть выше. Ну, оба ордера сработали, ну, первый я открывал по рынку, второй у меня был отложенный ордер, стоп у меня пока стоит за максимум, которые были 5, 6 и 7 апреля, и сейчас пока есть некоторый импульс нисходящий, да, в первой половине торговой сессии. Если мы обновим минимум, который был 7 апреля, то это подтвердит как раз вот настрой данное нисходящее движение. В целом цели у меня стоят довольно-таки близкие, это локальный минимум, то есть минимум был 1 апреля, и вот этот способ, да, добрать позицию несколькими частями, то есть входить не по тем уровням, где был получен сигнал, это фактически конец торговой сессии 7 апреля, а именно на коррекции. Да, мы не знаем, удержится ли цена ниже тех уровней, где у меня стоит стоп лосс, но таким образом мы получаем возможность войти в сделку с хорошим соотношением риск-прибыль. То есть здесь соотношение риск-прибыль 1 к 4, 1 к 5, что в принципе является интересным, вот именно такие сделки я для себя и выбираю. Поэтому здесь продолжаю держать, в принципе корректировать стоп лосс здесь уже пока даже некуда, но скорее всего коррекция какая-то стоп лосса, то есть перемещение уже за ценой будет на следующей неделе. Но пока жду обновления минимальных значений, которые были на этой неделе сделаны. А золото, золото продолжает неплохо подрастать, в принципе сейчас мы видим, что золото остановилось в области у локальных максимум, которые были как раз в середине марта, и сейчас, ну собственно вопрос, сможет ли золото удержаться, да, ниже данного уровня. Мы видели небольшой прокол, сейчас возвращаемся обратно. В принципе с текущих уровней уже было бы интересно заходить в шорт, но пока нет сигнала на часовом таймфрейме, да, пока мы не увидели вот этот разворот, то, что переходит на инициативу от покупателей к продавцам, поэтому здесь жду, да, то здесь это тоже важно ждать, когда этот сигнал произойдет. Индекс DAX. После обновления локальных максимум, которые мы видели в конце прошлой недели, DAX торгуется в небольшой коррекции. Собственно, пока здесь рано говорить о том, что тренд там поменялся на нисходящий, здесь скорее боковик, да, вот всю неделю практически идет. Если мы уходим ниже уровней 15145, то коррекция может быть более затяжной, вот тогда уже по завершении данной коррекции нужно будет индекс DAX подбирать, ну, в рамках тренда восходящего, который пока сохраняется. То же самое по S&P 500, то есть опять же мы видим, что индекс перекуплен, мы видим, что торговля у нас идет по локальным максимумам, и, собственно, сейчас мы торгуемся уже 4.102, да, выше уровень 4.100, но мы видим, что идет в зоне пока перекупленности сейчас ситуация по данному индексу, поэтому вероятность коррекции, она может быть все выше и выше. Но опять же, как я уже сказал, драйверами роста может послужить сезон отчетов, да, который начался, вполне вероятно, что мы можем увидеть коррекцию там в область 3.900, и дальше уже опять пойдем на штурм новых локальных максимум. То есть на коррекциях имеет смысл подбирать, сейчас шортить опасно, поэтому ждем коррекцию, тогда уже будем рассматривать. По нефти марки Brent не может нефть марки Brent закрепиться выше максимума, которые были сформированы как раз во второй половине марта, это отметка 65, сейчас торгуемся в области 62.86, если посмотреть часовой таймфрейм, то да, здесь больше, опять же, боковик сохраняется, но, как я и говорил, мне кажется, что пока движение идет все-таки пока смотрит вниз, потому что драйвера для роста по нефти, ну, пока нет, да, то есть тот позитив или те форс-мажоры на события, которые были, их уже отыграли, но, собственно, сейчас рынку нужно что-то более весомое, чтобы поверить в нефть и увидеть продолжение роста, поэтому здесь пока данная ситуация не видится интересной. Ну и Dow Jones в целом тоже показывает локальный максимум, уровень 33.550 уже был преодолен, то есть мы тоже в этом месяце торгуемся по локальным максимуму, но волатильность пока по этому инструменту снижается, ну и индекс Nasdaq мы с вами уже смотрели, то здесь еще перспективы роста, безусловно, остаются. Неделя закрывается довольно-таки интересно, видели новый локальный максимум по S&P 500, да, фондовый рынок продолжает бить рекорды, и, конечно, остаются вопросы насчет вакцинации, да, насчет локдаунов в ряде стран, да, и что может вызывать определенные опасения, но пока мы видим, что экономика восстанавливается, да, создаются новые рабочие места, и пока мы видим движение в позитивном тренде. Ну а как все будет продолжаться, мы обязательно обсудим на следующей неделе, поэтому не забудьте поставить лайк видео, подписаться на канал, вопросы оставляйте в комментариях, но мы с вами увидимся на следующей неделе и продолжим разбираться, что на рынке происходит и что стоит ожидать. Всем спасибо за внимание и до свидания.